Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Правовое поле» в студии Татьяна Трофимова. Наш гость сегодня Денис Александрович Васильев, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашии. И говорить сегодня мы будем о коррупции. Здравствуйте, Денис Александрович! Здравствуйте, Татьяна! Когда мы слышим слово «коррупция», обычно представляем взятки, вымогательства. Словарь нам дает такое определение. Коррупция – это использование должностным лицом своих полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащей законодательству и моральным установкам. Коррупции также называют подкуп должностных лиц, их продажность. Вот определение от вас. Что такое коррупция? Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к статье 1 Федерального закона о противодействии коррупции. В данном федеральном законе закреплено следующее понятие коррупции. Коррупция – это золотопровление служебным положением, дачи или почине взятки, золотопровление полномочиями, коммерческий подкуп, а равно иное незаконное использование физическим лицом должностного положения, вопреки интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде денег, имущества, ценных бумаг, имущественных прав, либо иной выгоды имущественного характера, либо предоставление такой выгоды данному лицу иными физическими лицами. Это совершение вышеупомянутых моих действий от имени и в интересах юрического лица. Что я хочу сказать таким образом? Действительно, в основе нашей работы лежит противодействие к коррупционным проявлениям в деятельности этих субъектов. Однако, как я уже упомянул, понятие коррупции гораздо шире. Под него попадают также незаконные действия должностных лиц коммерческих и некоммерческих организаций. Да и действия гражданина, передающего взятку, также являются коррупционным преступлением. К сожалению, мало кто об этом долгое время знал. Граждане, неосознанно, не понимая и не отдавая значения своим действиям, совершали такие преступления. Поэтому очень важно, чтобы каждый понимал, что любое совершение таких действий, а именно передача взятки, образует состав уголовного преступления. И за его совершение можно получить наказание в виде реального лишения свободы. Кроме того, совершение действий в цели их получения имущественной выгоды руководством коммерческих или должностными лицами коммерческих и некоммерческих организаций, также обладает признаками коррупции и может образовывать составы коррупционных правонарушений и преступлений. Приведу простой пример. Если руководитель коммерческой организации действует в своих интересах, выводит с данного предприятия или похищает денежные средства, переводя их на счета подконтрольных фирм, это тоже является коррупцией, это тоже является коррупционным преступлением. И негативные, общественно опасные последствия такого действия также носят очень серьезный характер. Без работы могут остаться сотни работников, может образоваться задержка по выводу из-за обороны платы. Поэтому в работе как правоохранительных органов, так и прокуратуре задачами является выявление и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности и органов сооруженных власти, и органов местного управления, а также предприятия и организации всех форм собственности. Как раз получается, вы работаете именно по этой части. И следующий вопрос. Много ли дел в выходящем году было связанных с коррупцией в Чувашии? И насколько этот вид преступления вообще актуален для нашей республики? На сегодняшний день в республике зарегистрировано 260 преступлений коррупционной направленности. Это за год получается? За неполный год. Из них 36 преступлений связано с получением или дачей взятки, либо с посредничеством при получении или дачей взятки. Если сравнивать с соседними регионами, то хотелось бы отметить, что наша республика не выглядит каким-то образом негативно. К сожалению, проблемы везде общие. И по этим показателям мы вполне сопоставимы и с республикой Мариел, и с Мордовией, и с Ульянской области. Как раз по этому поводу давайте посмотрим сюжет о рассмотрении уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела транспорта мэрии Чебокцар Савельева. Сейчас идут судебные разбирательства по делу бывшего начальника отдела транспорта мэрии Чебокцар Дениса Савельева. По версии следствия, Савельев и его подчиненная систематически получали взятки с перевозчиков, владельцев маршруток. Взамен якобы обещали уменьшить количество проверок с продлением контракта на перевозки. В ходе предварительного следствия было установлено, что Савельев ежемесячно от предпринимателя за свои незаконные действия получал 30 тысяч рублей, а его подчиненная 25 тысяч рублей. Эту сумму они получали ежемесячно с апреля 2016 года по марте 2017 года. В марте 2017 незаконные действия Сорокина и Савельева были пресечены в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции. Заведено два уголовных дела. Дело рассматривает Ленинский район и суд Чебокцар. Сами перевозчики, которые платили Савельеву, тоже дают показания в суде. Давление было, проверки проводились, они увеличивались, а статистику как бы не видели. Были они больше или меньше, как бы в этом направлении сказать не могу. Маршрутчики утверждают, что боялись за бизнес и поэтому платили. В настоящий момент судебный процесс еще продолжается. Государственное обвинение представляет доказательство, подтверждающее виновность подсудимых в совершении данного преступления. По результатам рассмотрения уголовного дела суд примет решение доказанности вины подсудимых. Наказание по наиболее тяжкой статье по предъявленному обвинению предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратного размера предмета взятки, с лишением права замещать государственную муниципальную должность со сроком до 10 лет. Версия защиты Савельева, скорее всего, будет построена на том, что взяток не было. Обвинительное заключение по данному уголовному делу было утверждено прокатурой республики. Мы полагаем, что доказательства, собранные в следствии по уголовному делу, являются достаточными для доказания вины. По нашим прогнозам, рассмотрение уголовного дела займет примерно еще около одного месяца. Мы рассчитываем, что суд вынесет обоснованный приговор, закон, с которым будет проверено прокатурой республики. Хорошо. Какими еще делами запомнится уходящий год, связанный с коррупцией? Конечно, в первую очередь необходимо упомянуть уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы города Чебоксары, Клементьевой. Данное уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Кроме того, активно поработали в этом направлении и правоохранительные органы. На сегодняшний день по уголовному делу проводится предварительное расследование, назначен целый ряд экспертиз. Кроме того, большой общественный резонанс вызвал уголовное дело возбуждено в отношении директора одной из школ города, которые совершались преступления, связанные с получением взяток за устройство детей в школу. Значительное усилие пришлось положить и правоохранительным органам, и прокуратуре республики, для того, чтобы довести до логического конца рассмотрение уголовного дела в отношении заместителя начальника одной из колоний нашей республики, который обвинялся в золотопроволении должными поднамочиями, а также в получении взяток от сужденных за пронос сотовых телефонов. При рассмотрении судом уголовного дела в первой инстанции суд, к сожалению, позицию государственного обвинения не поддержал и эквалицировал действия подсудимого по более мягкой статье, исключив из квалификации получение взяток. Однако прокуратуре республики было проявлено в принципиальность, в Верховный суд было направлено апелляционное представление, и действительно Верховный суд поддержал позицию прокуратуры, приговор в суда первой инстанции был изменен, было назначено более суровое наказание, и действие лица переключировано на более тяжкие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. Кроме того, завершается расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранения Чувашской республики. Фабула уголовного дела такова, что данное лицо незаконно осуществляло вмешательство в процедуру закупки дорогостоящего медицинского оборудования. Вследствие по делу будет завершено в ближайшее время, и уголовное дело будет направлено для осмотрения суд. Данное уголовное дело также произвело достаточный резонанс. Какие сферы еще наиболее подвержены коррупционным рискам? Помимо вышеперечисленного, могу отметить сферу земельных отношений. Поскольку земля на сегодняшний день представляет значительную экономическую ценность, выделяемые земельные участки оцениваются в крайне высокие суммы, то и сфера эта подвержена серьезным коррупционным рискам. В качестве примера приведу уголовное дело, возбужденное по материалам прокурорской проверки в Марпосадском районе в текущем году. В частности, глава одного из сельских поселений незаконно, без проведения аукциона, выделил земельный участок одной из фирм, которая занималась сельской хозяйственной деятельностью. В результате этих непромерных действий ущерб, причиненный бюджету, составил 4,2 млн. рублей. В настоящее время по уголовному делу также проводится предварительное расследование. У всех на слуху были и ряд уголовных дел, возбужденных в отношении бывших действующих должностных лиц органов местного управления Чебоксасовского района, которыми также оформлялись решения и посещались подводы документов для незаконного представления собственного земельного участка граждан. Все это показывает о том, что коррупция в этой сфере пока не определена, и мы и профилактические органы в этом году и в следующем будем активно работать на данном управлении, противодействовать и пресекать подобные факты. Ну и, естественно, никуда не девается сфера размещения государственных заказов. Данная сфера является действительно наиболее подвержена коррупционным рискам, потому что через нее проходят многомиллионные, а порой и многомиллиардные суммы. Поэтому, к сожалению, нередко находятся недобросовестные должностные лица, которые готовы пойти на злоупотребление или нарушение при исполнении возбужденных на них обязанностей. При выявлении подобных нарушений в обязательном порядке прокурорами проверяется возможность и возможное наличие коррупционных проявлений, то есть наличие корыстных составляющих, получение за это откатов так называемых или денежных средств. К примеру, на сегодняшний день по материалам проверки аппарата прокуратуры республики возбуждено уголовное дело по факту приобретения для одного из учреждений города дорогостоящего оборудования. В частности, должностным лицом, которое осуществляло прием к оборудованию, было незаконно принято и оплачено оборудование, стоимость которого была на 2 миллиона рублей меньше, чем изначально предусматривалась документация по закупке. На сегодняшний день следственными органами и прокатурой проводится работа, направленная на то, чтобы установить, связаны ли эти действия с починим какой-то выгоды, и есть ли в этом коррупционные составляющие. Предварительное следствие по данным делам продолжается. А именно данный вид коррупции, связанный с закупками, он вообще часто встречается в нашей республике? Не могу сказать, что по данному виду коррупционных правонарушений мы находимся в верхней части рейтингов каких-то, Но такие нарушения, они действительно имеют место. Ежегодно преступления выявляются и правоохранительными органами, и прокурорами. Кроме того, нельзя забывать, что коррупционные преступления всегда обладают высокой степенью латентности. Они совершаются тайно. Лица, которые их совершают, прилагают все эти усилия для скрыти следы преступления или правонарушения. Поэтому истинная картина, она, как правило, вырисовывается только по завершению расследования уголовного дела или по завершению пропускной проверки. Поэтому на сегодняшний день можно сделать вывод, что сфера действительно подвержена коррупции. Однако, говоря о том, что в ней полностью отсутствует законность, мы не можем, поскольку процедура закупок в нашей республике прозрачна. Это неоднократно признавалось федеральным органам власти, катарлирующими, и проводились проверки счетной палатой. Кроме того, прокуратура республики ежегодно проводит проверки, реализация нескольких солевых программ, а также осуществление запусков по ним. В принципе, говорить о массовых нарушениях мы не можем, но действительно такие факты, они имеют место быть, как раз-таки по ним принимаются в мере реагирования и возбуждаются уголовные дела. Есть над чем работать. Действительно, над чем работать нам еще есть. Я думаю, эту работу будем продолжать системно еще многие годы. А какие нестандартные способы совершения преступления вы можете выделить? Попадаются на практике действительно интересные ситуации. В частности, возбуждались и расследовались уголовные дела, когда взятки передавались путем помещения денежных средств в банковские ячейки. Это достаточно новый нестандартный способ. Однако, хочу отметить, что коррупционерам это не помогло, они были изобличены и на данный момент уже осуждены. Денис Александрович, чем еще занимается прокуратура в рамках противодействия коррупции? Какие меры принимаются? Не зря коррупцию называют социальной болезнью. Поэтому бороться с нею исключительно лишь карательными мерами, конечно, можно, но не всегда эффективно. Поэтому одним из важнейших направлений является проведение разъяснительной работы, работой по правовому просвещению. Очень важно, чтобы в обществе было понимание того, насколько опасна коррупция, насколько негативны ее последствия, чтобы каждый гражданин понимал о том, что совершаемое им действие, если он дает взятку, они обязательно повлекут ответственность, что это преступление, из-за него можно быть привлеченным к луну ответственности. Необходимо обеспечить гражданам возможность свободно реализовывать свои права, чтобы им не приходилось обращаться должностным лицам с такими предложениями. Поэтому и нами, и правоохранительными органами принимаются серьезные меры на то, чтобы обеспечить прозрачность и нашей работы, и работы государственных органов. Чтобы гражданам было понимание того, как они могут получить социальную выплату. Чтобы им не приходилось получать и собирать дополнительные документы. Чтобы соблюдение законности в деятельности государственных и муниципальных органов, оно было беспрекословным. А как это происходит? Это общественный прием? Вы выходите куда-то с разъяснительными беседами? Или как это происходит? Естественно, что в первую очередь мы занимаемся правовым воспитанием. Проводятся беседы и лекции для студентов. На слуху несколько уголовных дел, которые расследовались в предыдущем году в отношении преподавателей. И соучастники преступления зачастую были студенты, которым либо давали взятки, либо которые были соучастниками и посредниками при передаче взятки. Поэтому эта работа уделяет серьезное значение. Кроме того, на постоянной основе нами мониторится, изучается законодательство и нормативная правовая база. Все муниципальные нормативные права акта и нормативные права акта органов сортов власти изучаются на предмет наличия корпусогенных факторов. В частности, к ним относятся правовая норма, которую дают должностным лицам необоснованные широкие полномочия. То есть возможность действовать по принципу «хочу – дам субсидию, хочу – не дам». Или не содержится с помощью перечня документов, которые необходимы для представления государственной муниципальной услуги. То есть прокурор принимает меры в целях исключения таких корпусогенных факторов. Серьезная работа проводится и по отслеживанию, как я уже упоминал, расходных бюджетных средств, осуществления государственных и муниципальных закупок. Спасибо, Денис Александрович. Я напоминаю, наш гость сегодня – Денис Александрович Васильев, исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашии. Всего вам доброго. До новых встреч на национальном телевидении Чувашии. Субтитры предоставил DimaTorzok